да да ну короче суть в чем что не сложилось не срослось это было к сожалению машина классно эти снимаем уже ночью так как реально времени в обрез я сегодня вот мы едем до на драйве допустим вот d1 засветилась едем я такой чуть стекло вымазалась такой хочу включить вверх она на нейтралку перешло твою же мать на скорости я такой чтобы не шатать коробку думал ключом рику красиво красиво ваня все круто было сделано это хорошо просматриваешь я же хочу деньги оставили хочу небольшое вступление сделать рассказать вообще как все происходило чтобы те люди которые потом у тебя будут ее покупать будет видно хреново очень но эта работа и как бы все как есть надо рассказать быстро и такое небольшое предисловие по машине значит искали ты или я дальше узнают и видят искали тем машину можно сказать почти полгода с лета обратился на поиск тройки в кузове в 30 двухлитровый дизель нашли хорошую машину да я кстати нашел хорошую машину действительно мы ее приехали пересмотреть вместе с тобой тачка класс но оказался арест на машине то есть ну типа мы уже все пересмотрели и сам я пересмотрел потом для тебя загнали на вот эту баварию на официал там пересмотрели оказался арест найти но живет она была там не контроля Можно пока не снимать разговор? Ага, я его вижу. Алло. Еще раз. Да, да, Ир, слушаю. Было солидарным должником, не выслушали кредит, и до момента покупки банк наложил арест на чуждение. Нельзя ее бывать. Я не знаю, каким образом это не проявилось в базе, ну вот, когда период пространства не подтянулось. Но чуждать ее было нельзя. То есть, лучшее это то, что эта машина должна быть видна. Потому что заборона ведь чужого. До двадцатого года она видит. Потом она, типа, сменится. Ну, до двадцатого года, точнее, могут там, на страх лошадку забрать, например, остановить, ну, все что угодно. Вот эта машина. Надо позвониваться с исполнителем. То есть, самое плохое, это, как бы, рассчитаться по этому кредиту. Да нет. Еще раз. Рассчитаться. Мы-то, я-то не солидарный, это так, должник, как она. Я при чем здесь? Нет. 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 Ну, она не имела права ее продавать. Сделка не здесь. Ну, понятно, понятно. Ну, чтобы сделку вернуть в первоначальное состояние, она должна мне деньги. Правильно? Что-то и есть, что в суде, действительно, штука. Ну, у меня просто он вряд ли сохранился. Понятно. С того момента я уже переехал, там, два раза, понимаешь? В ГАИ можно это, да? Ну, можно сейчас спросим, да, нашего человека, сейчас все узнаем. Ну, окей. Я постараюсь тогда вытянуть максимум документов, когда покупал, да, сейчас найти, да, в архивах. Хорошо. Да, потом сядем. Ну, а вы тогда, что, постарайтесь связаться, да, с исполнителем и найти эту барышню. Вот так бывает. Можно, кстати, тут же ж такого... Вполне возможно, что она и погасила, да? Или нет? Да, неизвестно. Тут же может быть, что и погасила, может быть, что нет. Ну, они сами автоматически не снимаются. Чтобы снять, это нужно побегать, это нужно пройти определенные процедуры. Поэтому многие, ну, закрыли, как бы, у банка претензий нет и все. На этом... Ну, я не знаю, я думаю... Тут вы ж такого особо ничего не говорили. Просто интересная полезная инфа для народа, что вы когда проверяете, покупайте обязательно. Ну, когда покупаете, проверять. А может, вы где-то используете это тоже, как в суде. Мало ли. Потому что, типа, бывают... Были такие случаи, вот в моем опыте, когда вот тоже люди вот так, как вы покупали, а потом просто им никто ни деньги не возвращал, ничего, а машина, как бы, по факту могут отобрать. То, о чем мы говорили. Это для вас худшее развитие событий. Очень бы не хотелось, чтобы так было. Потому что, ну, реально, потерять бабки и еще и машины. Это стоит столько времени. А вас останавливали? Ну, конечно. Ну и все нормально. Ну, может, погасило. Ну, может, погасило. Просто не вытянули из базы. Сейчас же вот это все поменялось. И на этом очень хорошо тоже народ хитро вжаренный. Тоже вот штраф какой-то был, его закрыли, а в базу не внесли. Если бы там были проблемы, уже был бы... Оставили задаток, ждали 4 месяца. За эти 4 месяца я мониторил 2-литровые дизеля. Реально нормальных машин не было вообще в кузове F30. Либо машины с пробегом за 200, либо, ну, просто вот не то, что нам не подходит. В тот момент, когда мы смотрели ту BMW, мы еще посмотрели ЦЛА. Вот этот ЦЛА 200. Вот. Короче, тачка была классная. Машину продавала жена, ну, как я и все говорю, не сочиняя ничего. Ну, если можно. Ну, от чего нельзя? Не обидеться. Так что, какая разница? А что тут обижаться? Ну, это же реалии. Ну, честно. Ну, честно, да. Это, получается, управленца директора гостиницы Hilton. Вот. Как вышло, на тот момент у тебя просто не хватало бабок. Будем честными. Ну, как было. Ну, как бы, да. Они много не хотели уступать. Цена была на машину на тот момент 28. Правильно? Или 28? Не, ну, она 29 за 28 она отдавала. Ну, да. Ну, я еще попросил неделю в Hilton, в президентском номере. Они вообще... Да. Короче, в общем, суть такова, что эта машина не продалась. Нам не продалась. Мы дальше искали BMW. Да, да. Ну, короче, суть в чем, что не сложилось, не срослось с этой BMW. К сожалению, машина классная. NBT экран он доставлял, M-руль. Короче, все клево. И комплектация. И пробег. И 2 литра дизель. И на чипе. И едет. И расход. Ну, короче, плюса, одни плюса. Но, вот так вот сложилось, что не наша. Бывает. Ну, до сих пор, то есть до сих пор она... Хотя, да, в перспективе ты хотел взять бы именно эту BMW. Конечно. Потом как получилось... Я увидел седые уже волосы. Подумал, что... Прошло время. Прошло время. Вот. И ты опять бросаешь мне эту тачку с теми же фотками, но продает какой-то... Ну, короче, чувак. Я не буду говорить имя. Да. Но, это не простой оказался чувак, потому что ребята будут спрашивать в комментариях. У меня подписчики есть, которые по номеру пробьют вот этому регистрации и поймут количество хозяевов. То есть ты четвертый хозяин. По факту. По факту, да. Да. Но! Тут не так все просто. Тут много вещей, которых нужно упустить. Нельзя на камеру рассказывать. Но вот этот чувак, который продавал эту машину, это родственник, близкий человек... Короче, мужичка, который директор, владелец, можно сказать, не владелец, а владелец в Украине, управляющий гостиницей Hilton. Кому интересно, закусенец, кстати, у него был. Ты знаешь, что такое закусенец? Нет? Ты не смотришь Лёшу Дурнева? А, ну... Лёха Дурнева. Ну, закусенец это... МЧМ Дэм. МЧМ Дэм, закусенец, да. Это же этот, который ездит со своими проверками, как Катя Осача ездила по всяким типа ресторанам, он типа по ресторанам и в основном это всякие типа гостиницы. Ну, если Лёша Дурнев выложит это видео у себя на канале, я посмотрю. Короче, да. И вот этот человек продал своим родственникам, родственнику. Ну и получается, все тут очень сложно. Кто будет на момент продажи этой машины, когда ты будешь продавать, ты же обязательно выложишь это видео. Конечно. Да. Как подтверждение, на каком пробеге взял, в каком состоянии, у кого, то, естественно, ты захочешь, конечно, расскажешь. Потому что это очень непростые люди. И я бы сказал, это миллиардер, да? Серьезно? Миллиардер? Доллар. Здоровый. Ну, в общем, да. То есть, все не так просто. Поэтому, ну, по максимуму информации я постарался вам выдать. Ребят, покажу вам, как она выглядит. В общих чертах. Видите, снимаем уже ночью. Так как реально, время не в обрез. Вот такая вот спереди. С панорамы. С резиной. Лето-зима, как обычно. Тут хоть свет какой-то неплохой на этой мойке самообслуживания, но это не реклама мойки самообслуживания, чтобы вы не думали. Просто реально негде снять, а времени очень мало. Очень-очень мало. Все, впрочем, как всегда. Машина. Итак, 2013 год. CLA. По факту тот же А, только доточенный, доделанный. Очень жесткий. Это то, что я могу сказать. Я вот когда на ней катался летом, по проспекту Победы, мне показалось, типа, вообще все класс, круто рулится, едет. Реально едет. Несмотря на то, что мотор 1.6. Турбовый. Но она едет. Она очень хорошо едет. Вот. Но мне тогда показалось, она не такая жесткая. Сейчас же зима. Сейчас дорог нету. Реально жесткая. Реально жесткая. Реально жесткая. И ты сейчас будешь... Ты за рулем на ней еще не ездил, кстати. Купил, но еще не ездил. Я катался. Все, кому не лень сегодня катались. Ну да. Но она реально жесткая. Она жесткая, но... Я сижу, но не прям... Ну, не жигули. Ну, на пассажирском она менее жесткая. Если можно сравнивать, да. На пассажирском она менее жесткая. АМГ. Просто АМГ. Подвеска. Покажу сразу панорамка. Да. Черный потолок. Это просто фантастика. Жалко, плохо будет видно. Потому что, ну, днем снимать времени ни у кого нету. У тебя тоже в связи со своей работой. И у меня тоже. Потому что работа очень до хрена. Честно скажу. Вот. Я рад, что наконец-то закрыли с тобой вопрос. Потому что оно как-то, ну, переливалось. Это все благодаря Томасу. И, кстати... Да? Ну, мы получили Томаса и вот, видишь, на следующий день... А, ну да. Да. И, кстати, как получилось? Сколько тачек ты бросал? Вариантов типа, ну все, барыги продают. Да, да. У всех продают... Машины сестры. Какие-то чуваки, да. У машины сестры. Ездила сестра. Она сейчас за границей. У всех вот сложные судьбы. Да, да, да. И это на самом деле, ну... Да. Владельцев вообще нет. Абсолютно. Но хорошие машины за день улетают. И если не успел, то необходимо ждать долго. Как мы. Ну, слава богу, что подвернулось. Ну, в нашем случае просто звезды так совпали. Да. И самое же главное, вот мы немножко сбили систему. те люди, которые будут смотреть, что она стоила 28. Тогда не было денег. Спустя 3 месяца купил ихний родственник, знакомый, хороший, близкий человек, родственник. И как получилось, что за эти 3 месяца тачка подешевела на 3 тысячи. Реально. И тебе? Ты за сколько ее взял? Можно это поверить? Можно это поверить? Ну, озвучка, конечно. Ну, меньше, меньше 28 на 3 тысячи. Всем, кто умеет считать. 27700 или что? Нет, 25. Ага, 25. А, сори, да. Ну, ты сказал меньше 38 на 3 тысячи. Значит, 27... 28. 2700. 28. 28. Еще раз ценим. Короче, ребята, да, 25600. 25600. Машина, тринадцатый год, пробег. Сразу показываю, на каком ты ее взял, чтобы не было потом вопросов никаких. Родной пробег, который, естественно, можно просмотреть, прочитать блоки. Тут докопаться, если он скрученный, можно... 46. 095. 46 тысяч 95 километров. Все на официале. Да, но тут суть в том, что машина, и когда я ее еще летом, я ее всю летом пересматривал, то вопросов у меня к ней никаких не было. Ничего не крашено, кроме переднего бампера. Вот. Ну, это, можно сказать, ничего не крашено, потому что это пластик, и это нормально. На Unicom тоже, вот мы ее сегодня загоняли для тебя специально. Есть один момент, но оно работало, и я верю этому чуваку. И когда я летом смотрел, я аж когда сажусь, я каждую кнопочку нажимаю, проверяю, чтобы все работало. Нижняя часть переднего водительского сидения, подогрев, перестал работать. Ну, остальное работает абсолютно по машине, абсолютно все, что есть. То есть, омыватели фар часто не работают, ты видел при тебе сегодня пшикали. Все подогревы, кроме вот, кстати, ну вот я сейчас нажал, и по-моему оно греет. Да? Ну да. А у тебя греет сейчас? У меня греет. Ты чувствуешь? Да. Ну короче, нужно будет разобраться с этим сидением, что это за фигня. Ну вот, по остальному работает абсолютно все. Похрен знает, что еще рассказать. Было бы свято, я бы хоть показал, как оно выглядит. Коврики лето-зима. Очень, очень, очень достойно. Летняя резина. Летняя резина, зимняя резина хорошая стоит в Yokohama. Свежая. Летняя Runflat, да? По-моему, я не смотрел, но по-моему, да. Мы еще летом, мы кстати летом, да она очень жесткая. Сама машина по себе жесткая. Что, кстати, мне очень не понравилось вот в CLA, конкретно хочу сказать. Не, я серьезно. Это переключатель? Это просто, короче. Три раза был нажат. Вот это вот, это как на Аквасе, они все перенесли на вот этот один рычаг. То есть, для кого-то, кому интересно, рычажок вниз, нажимаешь это поворотник влево, вверх, работает поворотник вправо. Пшикнуть омывайкой на лобовое стекло не буду, потому что она чистая. Вот тут кнопочка сбоку, просто на вот этом рычажке. Нажимаешь вот так, как сигнал на Peugeot. Просто бред. Сделать на ручке вот тут кнопочка и сигнал. Это надо быть дебилами, чтобы такое сделать. Нормальный сигнал должен вот быть. Нажимаешь и оно сигналит. Вот. Вот, а дворники, правильно, окей, стеклоочистители, щетки, неважно. Ну, короче, все понимают, о чем речь. Это просто вот нужно покрутить. Вот тройка, два положения скорости. То есть, просто вращаешь. Все. На нормальной же машине, вот даже взять яске те же, да, переключение, ну, коробка вот, селектор КПП, он находится, он меньше, находится ниже. А здесь же рычаг, переключение, ну, очистители стекла, дворников. Я сегодня, вот мы едем, да, на драйве, допустим, вот D1 засветилось. Едем. Я такой, чуть-чуть стекло вымазалось. Такой, хочу включить. Такой. Вверх. Оно на нейтралку перешло. Твою же мать, на скорости. Я такой, чтобы не шатать коробку, думаю, включу аварийку. Переехал, встал. Ну, и все, как бы. То есть, по-идиотски, честно. Вот это вот, к этому нужно привыкнуть. Просто. Это вот. Могли бы сделать какую-то кнопку, без которой нельзя нажать. Да зачем? Как на других Мерседесах. Просто маленький вот этот рычажок ниже переключения. А здесь же рычаг именно для того, чтобы управлять этими дворниками. То есть, настолько неудобно. Причем я рассказываю это в ролике, люди это не поймут все равно. Это пока ты не сядешь и просто на каком-то неподсознательном уровне нажмешь вот это пару раз. Это просто, то есть, ну, бред. Мерседесу за это, ну, это, блин, я не знаю. Это уже давным-давно надо убирать. Но не очень неудобно. Очень неудобно. Неимоверно неудобно. Все. Все. По минусам. Да. Я больше не нашел. Мне для того, чтобы найти минусы, мне много ехать не надо. Мне вот так прокатиться немножко. Жесткое. Очень жесткое. Но это есть и минус, и плюс. Плюс, потому что она... По хорошей дороге жесткости не ощущается. Да. Слава Богу, сейчас делают дороги у нас в Украине. Ой, короче, не трави. Не трави. На самом деле, хороших дорог у нас нету. Это правда. Да, мы сейчас ездили у Хаба. Поэтому по хорошей дороге это удовольствие. Машина рулится. Машина едет. Машина такой острый. Руль очень классная. Машина по ощущениям помогает. Она мега. Она супер. Она просто гипер красивая. Тут даже не поспоришь. Неимоверно красивая тачка. Выглядит просто на дороже, чем она стоит на самом деле. Девятиклассницы фотографировали сегодня. Вот. Выглядит она офигенно. Внутри, снаружи. Эргономика. Удобство. Сиденье. Но жесткое. Адски жесткое. И вот эта вот ручка. Блин, это меня просто убило сегодня. Все. Вот такие вот классные удобные сиденья. Пробегусь. Толщина мера. Да. Они комбинированные идут. Получается. Это от тебя тепло. Наверное. Кстати. Очень прикольно. Вот здесь вот подсветки. Если руку подставить. В этих нишах. Подсветки. И это сделано. Я так понял. Для того, чтобы украсить. Можно сказать. Светом интерьер. Чисто для вот красоты. Не более. Вот. Видите. Когда садишься сзади. Здесь вот. Подсветочки зелененькие. Такие. Классно. Выглядит классно. Ну. Естественно. Подсветки дверных ручек. Ну. Это Мерседес. Поэтому. Ребят. Покажу вам. Как выглядит двигатель. Народу интересно. Всегда такое смотреть. Красный рычажок. Как у всех Мерседесах. А там оно открывается. Ну. Вот. Ребят. Вот. А можешь. А ладно. Я сам уже. Ой. Не видно будет. Но двигатель никто не мыл. А я фонарик возьму. А можешь подставку подставить. Тоже кстати. Газовых опор нету. По центру там да. Ножка. А тут нет этого. Не. Газовых опор нету. Но это да. Тоже. Никто ничего не мыл. Все как должно быть. У нас все. По красоте. Бумажечки видишь. Можешь на них посмотреть. Видите какой заводской идет герметик. Так. Толщиномером надо пробежаться. Я вот для вас ребят специально покажу. Сейчас. Опа. Телефон звонит. Но пусть звонит. 90. Я так бегло пробегусь. 130. Это нормальная толщина для этой машины. 120 микрон. 150. Оно пятнами. То есть видите. 110. 110. Я просто криво приложил. 120. Это криво просто приложил. Ну криво приложил. 110. 100. 110 микрон. То есть видите. 120. Вот это вот толщина лакокрасочная. Оно знаешь самому неудобно. 100 микрон. 110. 70. Алюминиевое крыло. Обратите внимание. Дверь. Металл. Крыло из алюминия. Капот тоже самое. 70. Видите. Энферум. Цветной металл. Алюминий. То есть капот. Крыло переднее. Алюминий. Тоже да. Обратили внимание. То что это крыло алюминий. Капот алюминий. Ничего по машине кроме переднего бампера не красилось. Крышка багажника. 100. Видите. Весь автомобиль. Такая толщина лакокрасочная. Ничего там сверхъестественного нет. Слышишь Илья. Выбери проем какой-то. Дверь какую-то. Проем? Да. Любую дверь. Чтобы показать. Вот это давай. 70 микрон. Как на Мазде. Только Мазде кузов так красят. На Мерседесе проемы. 70 микрон. То есть видите проемы. Стоп. Давайте порох. Вот так. Это для тех. Чтоб сами знали. Для тех людей. Которые сами себе будут искать. Все. Ну ты хоть доволен? Ну. Не то слово. Не то слово. Не. Я очень доволен. Ну. Единственное. Смотрю камера замерзла. Все да. Ну не знаю наверное. Не. Что это работает. Что? Очень доволен конечно. Ну. Несмотря на то что ты говоришь. Что она жесткая. Не знаю. Для. Для хороших дорог. Порядь. Ну. Нет. Это работает. Мне понравилось. Да. Походу должно записывать. Короче ну что. Главное ты комментарии оставишь. Напишешь. Да. Когда поездишь. Уже будет какое то понимание. Опыт. Как то так. Все замерзает. Спасибо. Спасибо Ване. Все круто было сделано. Ну это хорошо. Да. Главное результат. Результат крутой. Я тогда еще говорю. Эта машина достойная. В общем всем пока. Подписывайтесь на канал. А мы поехали. Ставьте колокольчики. Да. И пальчики вверх. Да.